Итак, мошенники по-новому раскрыли понятие мобильный банк. Деньги становятся очень мобильными и запросто могут переместиться в карман к другому человеку. Причем схема этого перемещения не до конца понятна. Так произошло с жительницей красных баков. За три года сначала незаметно по чуть-чуть ее деньги переплывали к жителю Кстова. Дело в том, что на ее банковской карте была активирована услуга мобильного банка, но привязана она была почему-то к телефону совершенно постороннего человека, который потихоньку снимал со счета пенсионерки деньги. По моей карточке происходили снятие денежных средств. Какие-то погашения. Он снимал по пять раз, по 250 рублей в день. В общей сложности я где-то насчитала около 80 тысяч. Конечно, это громадные деньги. Я не знаю, я хотела зубы себе вставлять, извините. Я копила эти деньги, но я не смогла этого сделать. Я хотела узнать, почему до сих пор мне возвращены деньги, которые были списаны с моей сберкарты. Почему мне такие вот ответы выдаются и распечатки не соответствуют действительности датам. Это бы я хотела узнать. Правило номер один – это внимательно при подписании документов проверять свои персональные данные, в том числе паспортные данные и номер сотового телефона. Как мне сказали, что у вас заявление было на сберкарту. Но в этом заявлении оказался телефон мобильный, совсем не мой. И к нему был подключен уже услуга мобильного банка. Здравствуйте. Сергей Владимирович, это Забавина Нина Семеновна. Я хотела бы с вами переговорить. Какую тему? Ну как на возвращение денег, которые вы у меня взяли и не вернули до сих пор, а уже прошло больше года. С чего вы взяли, что я должен что-то вернуть? Я не могу сто раз ездить, это очень далеко ездить к вам. Я хотела бы с вами поговорить. Вы же обещали отдать деньги, которые вы взяли. В полиции, когда сидели, вы же сказали, что я отдам все деньги, которые я взял у вас. Здравствуйте. Понятно? Человек, который взял деньги и не возвращает. Вот такая реакция. А сказал полиция, я себе деньги верну. А так они до сих пор больше года, он не возвращает деньги мне. Своровал пенсионные денежки у пенсионерки. И не стыдно. В ходе проверки, когда сотрудники полиции установили, что в договоре был прописан номер этого мужчины. И женщина, когда заключала договор, ей первоначально надо было убедиться в правильности указанного номера. Данный мужчина был опрошен, он подтвердил, что на его абонентский номер приходили денежные суммы, но он не придавал этому значения. Было уже четыре исследования, в которых я была. А они мне говорили, а что вы хотите? Я говорю, я вообще-то хочу получить свои деньги, которые у меня взяли. А денег нет. Нет, какие деньги? Никто, никому ничего не надо. Совершенно. Я и прокуратуру жалобу писала. Все, везде отказ. Между тем, вероятность того, что Нина Забавина вернет свои деньги крайне мала. С помощью закона сделать это практически невозможно, ведь никакого преступления в случившемся нет. Поэтому и полицейские в возбуждении уголовного дела отказали. Можно пойти в суд, но тогда нужно будет доказывать, что чужой номер в договоре появился по злому умыслу. А сделать это крайне сложно. Ну и третий вариант – это надеяться на порядочность владельца телефонного номера. Но он обещание вернуть деньги давал, но его так и не сдержал.